Девочка-пай 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 В 11 годах ты начинаешь играть между музыканами, которые были в то время очень известны и признаны. Как вы разведываете твоя карьера дальше? Сколько вы получили в этом оркестре? Я играл пять лет до Жарка. Когда мы появились на телевизии, Жарко всегда поменял о том, что он был очень молодым в оркестре. Он был в 11 годах. Он был представлен в 11 годах. После того, как я сказал Жарко, я был в 12, в 2013 году. Он сказал, что он был в 11 годах. Но каждый раз я был представлен в 11 годах. Он был в 11 годах в Оркестру Жарко-Милановича. Здесь были очень качественные игры. Предположим, вы играли и какие-то представления. Да, два года я играл в Оркестру Жарко-Милановича. И это было для меня что-то. А вы совершали его? А где ты? Это было для Жарко-Милановича или для других людей? Ну, в том, что я был в школе, где я был в общей музыке. И в том, что Жарко-Милановича, я учил в школе в Оркестру Жарко-Милановича. При этом году я был в народный музыке. Да, да, да. Очень много знаний, пренатый. Пенатый, да. Я говорил, что он был в народном музыке. И это начинает следующий вопрос. А у вас есть интересы только для народный музыки, или вы играете еще ещё какие-то вещи? Я не могу сказать, что это не так, но он потенциал, что братья и я, и что-то и что-то из народной музыки. Я учил это, это популярная социальная музыка, и это учил это от покойного Васе Петровича, который был в Метрофоле. Я учил разные музыки, в Мађарском, итальянском, русском и так далее. И это, конечно, поможет тебе сейчас? Да, все. А вот, я так. В течение всего времени ты пришел в Оркестру Телезии Србије, и я учил в Оркестру Телезии Србије с 19 лет. И уже, наверное, ты приехал в Оркестру Телезии Србије, так как это происходит? Я учил это. Я учил это в 1,5 месяца и это интересно, что это действительно интересно. Да, это и я хотел тебя вопрос. Это мой второй кларинетист, который хотел запасить, и он был в этом оркестре несколько месяцев, и он продолжал идти, и в тот момент он был очень добрый с Васичком. Он прекинал и работал на некоторое время, и он не имел никого, и другой мой сосед и сказал, что ты можешь приехать, но когда он говорил, что это было немного недостаточным, я не могу верить, что Рале говорит, что я могу вообще общаться в этом оркестре. Но я не смогу общаться на них, но это была обычная аудиция, это была проба, и он любил Павкович. Мали, так как я назвал, он сказал, что он был в клавиере, и он был в клавиере, и он был очень доволен, и он сказал, что если хочешь, ты можешь опять сидеть на месте, от другого уровня, и я не могу верить, что это произошло, и я практически сразу начался. Рале, как вы обладаете эти long relations, Гужицка, Београд, Штудгарт, Минхен, и остальные стены, которые посещаешь, и все остальные стены, и я успокоился. Когда я нашел, я не смогу увидеть, но не смогу почитать. Так, как годы продолжаются, а я не смогу верить по следующим образом. А вот я никогда не ехать на аудитории. Я не успокоился. Я не успокоился. Я действительно успокоился, и у меня мелан, и жар, и я люблю это. Когда орхестар начинает играть, когда инструменты стимулируют, это было первое, когда я играл в этом орхестаре. И сейчас я учусь, и я работаю в этом моменте. Я работаю в этом моменте. И так далее, когда мы начинаем играть, значит, мы хотим играть. Как ты вообще успел нам оттуда из внутренности, это тяжелый путь, до ласка до верха, а вверх и народный орхестар. Спасибо, Михаил, это все так, как ты говорил. Игром случая, я с вами изучал некие манифестации, которые произошли в Югославии Hotel. Эта миссия называлась «Поздрав из Югославии». Влада Панович тогда руководил орхестар, Миро Баранделович Кемиша тогда был музыкальный уродник в продукции. Один эмиссий я узнавал, Влада, и я знал, что я играл в Югославии. Все музыкальные узнавали, но мы не играли вместе. Мои коллеги меняли на месте у Басиста. Такова была эта година. Потом, после двух дней, несколько эмиссий, как я хорошо помню, появились, что нужно играть, и что народный орхестар начнет играть и что-то другого, и что, aside с тем программом, которые понимают, что это играет, некоторые эмиссии за телевизию. И тогда Любиша Пакович, который был шеф, спросил Владу, что они знали, 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 что они не отступили, и с игроком. И многое, это не просто игроком. Это не только игроком. То есть, что человек, чтобы уходить, чтобы уходить в нашу орхестар, и тогда Влада поздоровал меня, и я играл. Любиша сказал, «До, мы идем на одну эмиссию». На первой эмиссии на телевизию, когда мы играли, я не был младен, это было 12 лет назад, и технические были забрали дать контрабас на эту эмиссию, вместо того, что играет контрабасиста, и я, и я. Любиша ответил, «Можешь?» «Можешь». И так же, как тогда и сегодня. Я трудился, как и на этой эмиссии. После того, это был бальканский фестиваль, это было обязательным. Да. Это обязательным для меня, и я трудился, 20 дней, я работал по 15 часов дня, чтобы не уходить себя и мои друзей, чтобы не ошибся, и это было невероятно. Диригова и Драган Кнежеевич, и мне кажется, что это еще и дальше самое интересное, что я играл за все годы. Это было на самом начале наших друзьях, и от того, мы вместе, мы вместе, мне кажется, что это прекрасно, мы играли, мы играли, и дальше не понимаем, когда мы начнем играть. Играет музыка. 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 В Музыкской галерии находится Тара Тодоровица с моим гостями. Как видите, с нами снова Богдан Маркович, но и с кларинетом. Кларинет является мой базовый инструмент, который я завершил в нижней музыкальной школе, а потом написал в среднем музыкальной школе Мокраньяц. Как я сказал, я начал играть из хобби, с мою музыку надградню из области класичной музыки. Оставил сам крос кларинет. И то и на класичном музыку и учим просто у музыкальной школе и планирам да упишем академию, тако да кларинет је онай инструмент који је код мене први. Коли дугове свирате кларинет? Кларинет свирам 12 година, упознајући класичарску литературу, поред тога свирам и народну музику и паралелно са тим све то надградђујем и просто усавршевам се. Сада ћемо чути вечерас од вас? Вечерас ћу отсвирати неколико лепих вариација наше познато кларинетисте Анте Гргина. Хвала, изволите. Хвака КОНЕЦ 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 Я очень рад. Я думаю, что в этом году я не знаю, что бы было больше всего. Я думаю, что я мог бы поранить на солистическом плане. Но это сейчас немного проблематично, без работы в Народном Оркестере. Народном Оркестере требует много времени. Да, и это интересно, что слушатели знают. Вы, конечно, в работном отношении. В работном отношении, да. В четыре часа, это наш работник. Мы каждый день идем на работу. У нас есть практика. Мы сегодня на день будем проводить, а далее будем проводить. Мы проводим в день, два раза в день будем проводить, концерты и проводить. Вы обучили проводку в радио. Да, это для конкурса. Это для последних снимков. Да, 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 да. Да, да, да. Мы снимаем новогодний программ, 70-80 песенов, и два дня мы должны готовить это, снимать, продолжать. Если кто-то хочет, то это не было хорошо. Да, нужно быть музыкой. У нас есть институты и люди, которые ценят нас и поддерживают нашу работу. Также есть люди, которые не ценят это. Мы надеемся, что это будет в порядке. Мы очень рады, что мы работаем с другой стороны. У нас есть родители, и мы знаем как живы. Мы надеемся, что мы не хотели бы работать, когда мы могли бы жить, и мы надеемся надеемся, что это будет. Рале, вопрос о том, если есть оркестер в Сербии, с которым вы играете? Я думаю, что это немного значительный оркестер, не думаю. Что касается профессиональных оркестеров, которые видят на больших местах. Я присутствовал, и я играл везде, и я играл в много известных. Сейчас есть новые, немного престижу, но я не успел, но я молод, я сижу, я сижу, я сижу, я сижу, я сижу, я сижу. Я надеюсь, как и Зоран, что многие вещи будут поменять на лучшее, было бы лучше, чтобы мы и послали, мы с вами будем слушать музыку, что мы любим, что мы будем делать, что мы будем делать в сутра, премьер-миссии, и не, мы не можем идти на вечерниках, где у нас не было очень красиво. место. Мы всегда должны быть в порядке. И коллеги, и знания, и не знания, и стилы, и вкусы, и не вкусы. Было бы лучше заниматься только этим. Я учился в педагогическом школе. Я знаю, когда мои коллеги, учители, после посла, хотели бы, и они, и я, и не надо, на каждом месте, в стану, и мы не будем работать. Это немного плохого времени, мы будем это переживать, не знаю, какие хорошие времена прошли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Особенно для меня, когда я в группе умеетника, которые на некоторый видны очень важные личности, как в регионах, так и на международном уровне, просто все они, Верла Парлить, Радош Антониевич, Аннице Вучетич, Марина Маркович, все они на некоторый видны активно учатся на то, как я размышляю и формирую то, о чем я заправо, у ком смеру я буду работать, что я, конечно, надобежу с моим интуициям, но они у многих моментов они начальны каписли, ко мне теряясь на то, чтобы забрали на что-то узбиднее. Сандра, спасибо за что ты был наш гост, и что ты поделил такой интересный дел истории с нами, которые мы не знали за то. Нише, надеюсь, что мы сможем увидеть и в оквере некого проекта Третьего Београда. Спасибо тебе, Анна. Зоране, может, ты был самый лучший момент, когда ты был член Арднорадного оркестра, в карьере, или в жизни, или в что-то? Может быть, ты был маленький человек, конечно, у меня была карьера, как и Рале. Да, так же я начался. А что ты был такой интересный? После того, как я приехал в оркестру, он был такой интересный. Что ты был такой интересный? Как не, это было. И сегодня, как говорится, Рале, я делаю в этом оркестру, Мы всегда слушаем то, что мы снимаем. Мы всегда рады, когда мы слышим, и мы очень рады, это нас очень рады. Но и сам этот выход, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Великое счастье, с Львовом Аркеста, не только в Льюжии, в этом оркестре. Да, молодые музыкеры, Момо Станович и Добрича Василия, чтобы не забрать реализм. Конечно, да. В целом, твои лучшие моменты. Я также позвала много на то, что участвую в работе от лучших орхестра. В этих местах, конечно, этот орхестар все равно играет. Но мы делаем то, что мы делаем. Мы называем наш орхестар. Мы делали в другую музыку. Мы показали, что мы делаем это. И я надеюсь, что мы делаем еще раз. Я надеюсь, что мы делаем это. Все остальное, оставим на другую сторону. Это жизнь продолжается. Но я не надеюсь, что мы делаем это. Я должен был ответить на эту историю из вашего музыкального стажа. Мы не смеем, но это будет с укусом. Мы сейчас были злые, люди не всегда были злые. Я первый раз. Я предоставлю тебя. Я предоставлю тебя. Я прочитал тебя из этого события. Мы делаем это. Мы делали это в Иваннике, в Дома Культуры. И я после этого выходил в детскую историю, выпускный парень. Много коммунизм. Коммунизм. Один 되어ne. Уlik, это не в вопрос, нужно не объяснило? Нет, нет. Они в них были команды. Слоги. Один менш. Топ, architecturalий мальчик. these кель?" Мы получили инструменты во доме и на левых сторонах, где она находится, и на левых сторонах, и на левых сторонах, где она находится, и был забавный. Но как я заметил, что он не знает, где она находится и так далее, и мы начинаем установить инструменты, я берём第一 рамки, но не увидел это. Другие друзья saw, я играл на сайте и мы все вместе находились. Кутика была в салай, а когда концерт начался, и возглавляла задвижение. Он был странным, он был странным, он был странным. Мы все начали в секунду, мама была страна, он остался на свободе, и это было 10 минут, то все было странным, и после этого было так здорово. Заврошусь в первом концерте, когда он должен быть и другим. После этого я замахнулся к гитаре и сказал, что вы пакете? Ну, нет, другой отказанный концерт. Действительно, он пакал все это. Когда он пакал все это, мы не успеем. Он не успел объяснить. Мы начали другую концерт. Другие люди, опять же пакал. Он держит пакал на бурне. Да, это один год. Я тебя простил. Да, конечно. Мы все вместе с этим. Очень интересно. Зоки, у тебя есть анекдот? У меня есть. 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 У меня есть симпатичная. Это очень неизвестная. Я не знаю, как это была, педагогичная. Когда я не знал, что я иду. В 12-е годы я и летал в Макарске. Мой отец был в магазинный ресторан. Это у нас все равно. Он был в море. Кто его известный акц, клавиатурист. И пригласил вам эту вещь. Мы не могли бы никогда ни разу не было инструментов. Всего дня вести. А в один вечер он сказал, что в вечер сече сидит и свирает в доме ресторан. У вас будет вот этот концерт. Я 13-летний, когда было очень страшно, Это было прекрасно, не забывайте, как это называется, ресторан. Всего вечера было тут много, около 100 людей. И он мне так, изводил violинку и сказал, «Сад ты наступаешь, с вилен конец». «Я руку, да, нечего». Он сказал, «Узми violинку и креми». Они были готовы. «Я руку, по-на, я могу. Я не думала, что это будет. Он смотрит на него, и я напомню его. Все это будет. И сегодня мы будем строить это. И ты отстывал? Да, я должен. У меня было успешно. Да, и я немного, и я 욕ил. У меня было неудобно, чтобы я был вилен. Но это было хорошо. Я не хотел, чтобы я не было вилен. Да, когда я учился, я учился в 10-11 годинах. Что ты хотел? Футбол? Да, против. Я не хотел играть футбол, но все мои друзей из школы. Они идут в дом, ставят торги с торгами, и я должен играть. Полянцы играют футбол. Но сейчас я благодарен отцу, что я был упором. Извиняюсь, я не могу сказать, что Зоран есть сына, который хотел играть футбол. Сейчас продолжаю. Да, да. Какого года он имеет? Шутбол? 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 Да, да. Я учился в футбол. Я учился в футбол. Я учился в футбол. Шутбол очень духовый, маска не смеется. Музикальный. Шутбол. Шутбол. Шутбол не очень интересен. Шутбол не музыка. Шутбол не музыку. Я говорю, что молодые люди, которые хотят заниматься музыкой, чтобы усилий, работают, победателы. И так как папа ударил тебя немного по голове. Я скажу, что я не знаю как это сейчас. Но я думаю, что мы очень благодарны ему. Реально, твоя рука молодые люди, которые хотят заниматься музыкой, чтобы они действительно усилий. Таким образом, молодые, духом, как я, быстрее. Но если что-то любит, это будет успешно. Он действительно имеет любовь и желание. Не знаю, что все время изменилось. Музыка – это невероятная вещь. Талантливый пелец, который родился за это. Он успеет. Гитлубый пелец, который родился за это. Возможно, мне это нет. Я думаю, что ты не сможешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok